Дед Мороз Дети – это самое дорогое, что есть в нашей стране, это наше будущее. Что подарили? Я с собой всегда беру видеокамеру. Положили гвоздички и сказали, мы помним, мы гордимся. В Абруйске подвели итоги фестиваля короткометражных фильмов «Юный режиссер». Кто победил? Маски-шоу. Эпидемиологи дали здоровые рекомендации накануне праздников. Лучше не посещать мероприятия, которые будут проходить в закрытых помещениях, воздержаться от посещения корпоративов. Как отметить 2021-е? А также новый указ, государственные награды и проект бюджета. Минфин рассказал, на какие деньги будем жить в 2021-м. Волшебство продолжается. В благодарительном марафоне наши дети принимают участие без преувеличения вся страна. Департамент охраны в их числе. Ежегодно сотрудники ведомства приезжают в гости к ребятам в разном уголке государства. Дарят внимание и, конечно, подарки, куда на этот раз заглянули. Все подробности прямо сейчас. Сегодня заснеженная дорога привела нас в Осиповичи, школа-интернат для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Спасибо за это департаменту охраны. Повод – самый добрый акция «Наши дети». Сотрудники ведомства и учащиеся старые друзья. В любой праздник правоохранители – желанные гости в стенах учреждения. Рождество и Новый год не исключение. И в этом случае исполняют люди в погонах не столько свои прямые задачи, сколько мечты маленьких белорусов. Любая силовая структура, значит, она участвует в данном мероприятии по той причине, что дети – это самое дорогое, что есть в нашей стране, это наше будущее. А такие дети, которые нуждаются в помощи, они не просят сами ничего. Мы сами идем, стараемся, чтобы им помочь. Поэтому это наш долг, это наша работа такая. На этот раз помощь от департамента охраны финансовая. Сертификат на 4000 рублей. Уже позже руководство школы раскрыло дальнейшую судьбу подарка. Будут укреплять материально-техническую базу. Подарков много не бывает. Поэтому здоровья вам, всего самого хорошего. Всего хорошего. Праздник удался на славу. И здесь не столько важны подарки, сколько улыбки и счастливый смех детей. Ребята пели, танцевали, читали стихи, играли. Было очень весело. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Всегда стараются нам в этот день поздравить нас. Стараются нам как-то помочь и в течение учебного года, и на праздники особенно. Поэтому, конечно, всем большое спасибо за то, что они не оставили в такой тяжелой ситуации нас. В связи с эпидемиологической ситуацией. И нашли время, и прибыли на наш праздник. В приключенческом сериале «Наши дети» это, конечно, далеко не последняя серия. Впереди еще много подарков, внимания, тепла и любви. С Новым годом земля, с Новым годом народ. Боль часовые огни и сияния. В Беларуси выздоровели и выписаны 157 тысяч 79 пациентов с COVID-19. Зафиксировано 179 тысяч 196 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 3 миллиона 827 тысяч 451 исследования. Такие данные приводит Минздрав. Прототип белорусской вакцины от коронавируса может появиться к концу 2021-го, середине 2022-го. Сейчас создана рабочая группа, куда входят 15 человек. Это ученые Национальной академии науки и учреждения Министерства здравоохранения. Перед ними стоит задача разработать отечественную прививку, которая была бы не хуже зарубежных аналогов, но учитывала белорусскую специфику условия протекания заболевания на территории нашей страны. Мы проведем массовую иммунизацию нашего населения, нашей страны от коронавирусной инфекции. Начало будет в январе месяце. Мы планируем миллион 200 в январь, февраль, март, апрель. А затем выйти на 5-5,5 миллионов населения мы будем прививать в целом от коронавирусной инфекции. Больше, наверное, нет, потому что не стоит вопрос тотальной иммунизации. Вопрос не в деньгах, а вопрос в целесообразности и противопоказаниях. Выбраны и те категории населения, которые пойдут в первую очередь. Это медработники, в первую очередь, это педагоги, это торговая сеть, это транспортники. Безусловно, у нас будет вакцина для массового применения. И будут целый ряд вакцин, примерно около 5-6 вакцин различных производителей, которые будут представлены как для бесплатного вакцинирования, так и по желанию населения можно будет прививаться по выбору вакцины. Отечественная вакцина будет создаваться, проанализируем наши потенциальные возможности. Не только и не столько в создании вакцины, сколько ее затем в масштабировании. Это крайне сложный процесс, и сегодня мы эту цепочку вырисовали. Елка в подарок, тарифный план и досрочная выплата. Белпочта начала заранее давать пенсии, когда черед Могилевской области. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Александр Лукашенко подписал указ о закупках в жилищно-коммунальном хозяйстве. В частности, организациям ЖКХ предоставлена возможность приобретать современную технику и оборудование по договорам финансовой аренды на условиях, предусмотренных для сельскохозяйственных организаций. Глава правительства вручил госнаграды. Их из рук Романа Головченко получили свыше 60 человек. Это учителя, врачи, госслужащие, спортсмены, деятели искусства и представители других профессий. Премьер-министр поблагодарил награжденных за добросовестное отношение к труду, профессионализм и самоотверженность при выполнении своего служебного долга, проявленную инициативу. Минфин обнародовал проект бюджету на 2021-е. Разрабатывался он в новых для страны условиях, связанных с пандемией. Бюджет будет дефицитным. Расходы превысят доходы на 4 миллиарда рублей. Профинансируют разницу за счет внутренних резервов. Две трети расходов бюджета в СССР направят на пенсии. На финансирование пособий потратят без малого 4 миллиарда. Расходы на здравоохранение в более полутора миллиардов рублей. Почти такую же сумму направят на нужды системы образования. Промышленность получит около миллиарда 508 рублей культура и СМИ. Белпочта начала досрочную выплату пенсии за 25 декабря. Пособия уже получают в Минской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Брестской областях. С 24 числа досрочные выплаты начнутся в Могилевской области. 25 декабря будут работать только дежурные отделения почты. Это связано с празднованием католического Рождества. Лесхозы Беларуси передали школам и детским садам уже 650 новогодних деревьев. Эта благотворительная акция проходит второй год подряд. Ее смысл в том, чтобы поддержать школы и сады, расположенные в сельской местности, в небольших поселках и районных центрах. Чтобы получить новогоднее дерево в подарок, учреждениям образования необходимо обратиться в ближайший Лесхоз. Стали очистым происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы. Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобрусь-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Праздник без последствий. Эпидемиологи призывают граждан провести Рождество и Новый год безопасно. Для того, чтобы праздничное веселье не было омрачено плохим самочувствием, либо заболеванием кого-то из близких или родных, необходимо соблюдать санитарные эпидемиологические правила. Зимний период – время повышенной заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Также, отмечая специалисты, продолжают регистрироваться в случае COVID-19. Всемирная организация здравоохранения рекомендует на время новогодних праздников не планировать путешествий. Лучше провести их дома, в кругу семьи. Конечно же, праздники нам хочется отмечать. И это не значит, что из-за пандемии COVID-19 мы должны вовсе отменить праздники. Но лучше всего это сделать в кругу своей семьи. Может быть, даже где-то на свежем воздухе, на даче. Постарайтесь ограничить свои контакты. В предновогодние дни максимально лучше не посещать мероприятия, которые будут проходить в закрытых помещениях, воздержаться от посещения корпоративов. Лучше не посещать крупные торговые центры и транспорт в часы пик, потому что все-таки эти многократные контакты повышают риск инфицирования коронавирусной инфекцией. Все-таки самыми основными способами профилактики коронавирусной инфекции остаются маска и социальная дистанция. Поэтому мы рекомендуем использовать социальное дистанцирование и при общении с родными, близкими, сохранять дистанцию в 1,5-2 метра, использовать маску и также пользоваться маской при посещении магазинов либо мест, где возможно инфицирование. Эпидемиологи призывают также не посещать часто гостей. А если хочется подарить подарок, лучше всего сделать это на нейтральной территории, например, на свежем воздухе. С отсылкой в прошлое в Бобруйске подвели итоги кинофестиваля короткометражных фильмов «Юный режиссер». Основная тема 10-го конкурса – 75-летие победы Великой Отечественной. Участниками стали ребята из семи школ и одной гимназии города. А еще в его часть названа наша улица, на которой мы с тобой живем – улица Бориса Кобзова. На экране – короткометражка «Дорогами войны». Режиссер ленты – шестиклассник Руслан Шушкевич. В основе 10-минутного сюжета лежит прогулка в лесу брата и сестры. Во время сбора грибов дети находят каску. Так и начинается их погружение в далекий 41-й. Затем Руслан и пятилетняя Анечка попадают в краеведческий музей. Здесь старший брат рассказывает детали Великой Отечественной. Об исторических подвигах и людях, которые во имя Родины шли и в огонь, и в воду. Там Аня мне задала вопрос, смотри, Руся, давай попросим маму купить нам такие красивые значки. И там я ей говорю, что это не значки, а ордена и медали, которые нельзя было купить, а их можно получить только посмертно. Чаще всего посмертно. Мы оказались на вечном огне и мы начали читать эту большую книгу со всеми именами героев, с генералами, рядовыми и так далее. Потом мы положили гвоздички и сказали, мы помним, мы гордимся. Этот ролик стал обладателем приза зрительских симпатий на 10-м кинофестивале «Юный режиссер». К слову, за всю историю конкурса Руслан Шушкевич – самый молодой участник. А вот первое место второй год подряд достается Анне Хмелевой. Ее картина «Ким Баглай. Не во сне, а наяву» рассказывает про 14-летнего разведчика из Бавруйска. Актерами становятся одноклассники-девочки. Они по задумке идут на экскурсию в музей. Однако одного из школьников тема войны не интересует, и он там засыпает. Он за основной экскурсией лошадил. Он попал в годы Великой Отечественной войны, познакомился с мальчиком. И действие фильма происходит как раз-таки про вот эти вот события. На фестивале свои работы представили семь человек. Подход и задумки абсолютно разные, но тема одна – подвиг героев. Церемония награждения победителей в 2020-м прошла в другом формате, без предварительного просмотра. После короткого вступления режиссерам вручили дипломы и подарки. К слову, короткометражки можно посмотреть на официальной страничке кинотеатра «Товарищ» в Инстаграм. Там десятки положительных комментариев, сотни лайков и просмотров. Я просматриваю фильмы каждый год, и я хочу сказать, что эта тема, как ни в один год, наверное, раскрыла самих детей, раскрыла их потенциал. То есть они настолько прониклись, они не просто сняли, самое главное не просто снять фильм, камеры поводить, а ведь они проделали огромную работу. Они изучили историю, они, многие из них побывали в музее, в Вечном огне. Они изучили историю героев Белоруссии, Бобрущины в частности. Поэтому я считаю, что мы правильно поступили, что именно эта тема была, а ребята справились. Ну, если на школьном ездике, то по десятибальной системе. Принять участие уже в одиннадцатом фестивале может каждый школьник. Заявки начнут принимать уже в феврале. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо.